Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Тема нашей сегодняшней программы «Лапеция. Причины ее возникновения». Гость нашей студии – врач-дерматолог-венеролог, заведующая кожно-венерологическим отделением филиала номер 3 Третьего Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского Мария Полехина. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии. Актуальная проблема? Ну, прежде всего, хотелось бы для наших телезрителей объяснить, что такое «Лапеция». Ну, действительно, это очень сейчас популярный вопрос по поводу выпадения волос как у женщин, как у мужчин, так и у детей. Потому что жизнь не очень сейчас безрадужная. И в основном стрессы и в школе, и на работе, и в семейной жизни. И многие замечают за собой то, что редеют волосы. Волосы выпадают, сразу начинается паника, обращаются к специалистам или там занимаются самолечением. Я хотела как раз об этом поподробнее рассказать, потому что зачастую на пустом месте паника возникает, если очень внимательный человек, ну, допустим, такой среднестатистический внимательный человек замечает, особенно если он темноволосый, замечает то, что падают волосы на полу, остаются в душе, на расческе. И судорожно бежит с этой проблемой к специалисту, или к соседу, или в аптеку. И хотелось бы призвать не паниковать. Это получается неправильный подход. Да, потому что в норме потеря волос до 100 волос в день – это физиологичный процесс. И поэтому, если возник вопрос, да, то заняться диагностикой прежде всего. Есть отдельная специализация в дерматологии – это трихология. Это еще более узкое направление. Трихологи занимаются придатками кожи, волосы, ногти. Или также дерматолог может ответить на вопросы. Но все-таки, если человеку кажется, ну, я думаю, что вряд ли каждый будет считать, сколько волос в течение дня у него упало с его головы, но, тем не менее, кажется, что много выпадает волос, то в первую очередь он обращается к специалисту, к дерматологу. И что происходит дальше? Ну, да, как правило, замечают поредение волос. Бывает достаточно различная клиническая картина. Ну, самое распространенное на данный момент, то, что не вызывает сомнений – это очаговая лапеция. Очаговая лапеция… То есть это залысины, да, другими словами? Ну, не совсем залысины – это потеря волос конкретного, как правило, округлого очертания. Еще называют «озеро в лесу», когда тотальное выпадение в ограниченном участке волос и сразу наталкивает на мысли, что это. Причиной данных жалоб может быть и грибковая природа, да, когда нужно без сомнения диагностировать и правильно лечить. Это может быть стрессовый фактор, возможно, какие-то расстройства в обмене веществ. Чаще всего все-таки диффузное поредение волос в центральной части и большие залысины, как у мужчин, так и у женщин. Причиной данных жалоб бывает, как правило, высокое количество мужских половых гормонов, как у женщин, так и у мужчин. Эта проблема называется андрогенной аллопеции. И, как правило, передается все-таки по наследству, ну, где-то, наверное, процентов 60. И бывают сопутствующие всякие моменты – гормональный фон, тот же самый стресс. Как правило, это все возникает у женщин где-то на 30-м году жизни, а у мужчин между 40-м и 50-м годом жизни. Но, безусловно, если в генетике есть ранние облысения, то мужчина будет и как раз в активный, достаточно, да, в активный возраст замечать, что появляются как залысины, так и поредение волос в теменной области. Мария, все-таки можно ли как-то замедлить выпадение волос и, ну, в идеале, конечно же, полностью избавиться от этой проблемы? Если правильно диагностирована причина, то да, можно избавиться от этой проблемы. А если, опять же, правильно диагностирована андрогенная аллопеция, ее можно замедлить. Но это, как правило, пожизненный прием препаратов, препарат миноксидила, например, или регейн. Это наружное применение, достаточно длительно, до того момента пока это актуально. Но все-таки, если мы возьмем, например, пациента, который предрасположен к аллопеции, то в каком возрасте ему стоит уже, ну, не дожидаясь массового падения волос, все-таки как бы предупредить быть на шаг впереди? Вот с какого возраста, так вот в среднем, стоит обращаться уже за помощью к специалистам? Ну, наверное, как только он понимает, что он лысеет с этого момента. То есть вот самые-самые первые звоночки, как только поступают, первым делом идем к специалисту. Да, к дерматологу или к трихологу. Бывает еще один такой, достаточно редкий, но очень интересный случай, потому что, в принципе, ничего нового я, наверное, не расскажу по поводу, ну, в рамках этой передачи, по крайней мере, да, по поводу лечения. Но по поводу диагностики есть интересный момент. Есть психологическое расстройство, особенно у тревожных типов личностей. Это когда человек сам наносит себе вред, наносит травму, не подозревая о том, что он это делает, не осознавая, у него нет критики к себе, он начинает при каких-то панических атаках, допустим, выдирать волосы, крутить волосы в области виска, в области края бровей, и иной раз выкорчевывая до рубцов. И когда он приходит к дерматологу, он жалуется именно на выпадение волос. Но только при правильном подходе и при сборе анамнеза ты понимаешь, что объективных причин, кроме того, как он сам себе наносит вред, нет. И тогда нужно смежных специалистов привлекать к этому. И очень часто дети, подверженные стрессом, но у нас достаточно тяжелый сейчас период, как в школе, система образования не очень стабильная, так и дома. Бывает, что через три месяца после стресса родители или сами дети жалуются на очаговое выпадение волос. И при нанесении топических кортикостероидов, местных раздражающих препаратов, только в течение 12 месяцев рост волос восстанавливается. Поэтому надо, наверное, стараться вовремя, как только появляются жалобы, обращаться к специалистам. То, что касается обращения к специалистам, очень многие пренебрегают этим. И чаще всего спрашивают совета у подруг, что, наверное, самое печальное, пытаются найти ответы на свои вопросы на разных форумах и в соцсетях. И уж там голь на выдумку хитра, чего только не посоветуют вам такие, в кавычках, скажем, доброжелатели. Вот как все-таки вы говорили, отрегулировать, и все-таки к этим советам относитесь. Не знаю, полоскать крапивой, сыпать перец на голову, кто-то мажет горчицы, репейное масло, просто кваша, сметана, сырые яйца, вот все, что угодно. Это еще лишь малая доля предлагаемых средств. Да, народные средства, конечно, здорово, вплоть до приема мочи внутрь, да, уринотерапия. Или кто-то перекись глотает, еще что-то, еще что-то, керосин. Ну, конечно, с критикой к этому всему относиться, но в любом случае народные средства по меньшей мере не приносят вреда, потому что нанесение различных масок и местных раздражающих средств, ну, слегка могут простимулировать, может быть, но, по крайней мере, не навредить. Поэтому я сквозь пальцы на это смотрю. Другое дело, что в этот период процесс будет прогрессировать, и вы просто потеряете время, потому что смена стержневых волос на пушковые происходит достаточно быстро. И эстетично, эстетически это не очень приемлемо, да, и социально... Страдает адаптация социальная, когда у полноценной, да, у социально адаптированной женщины вдруг появляются большие залысины, вместо пышной капны у нее не только в теменной и затылочной области просто пух. Начинают сразу побеги к парикмахерам, какие-то шиньоны, еще что-то, еще что-то. А дальше стрессовый фактор просто усугубляет все это дело. Ну, и получается замкнутый круг. То есть, получается, и проблема не решается, все становится сложнее и тяжелее. И, в общем-то, внешний вид, этот фактор тоже влияет. Ну, диагностику, надо вовремя проводить диагностику. На социализацию. Да. Диагностика может быть как инструментальная, аппаратная, так и биологическая. Поэтому надо смотреть, как минимум, в медицинских центрах или в других любых медицинских учреждениях. Есть аппараты, которые визуально оценивают частоту фолликулов на квадратный сантиметр, состояние кожи головы, есть ли какие-то патологические, там, допустим, те же грибковые заболевания, микроэлементы, железо, скрытая железодефицитная анемия. Можно с этими жалобами диагностировать и проблемы с гормональным фоном, с менструальным циклом. Это маяки, наверное, каких-то, возможно, системных заболеваний или тех же самых стрессов. Мария, все-таки Ваши рекомендации, как врача, дерматолога, венеролога, как сохранить здоровые волосы? Не нервничать, в первую очередь, наверное. Не нервничать, наверное, вести здоровый образ жизни, отдыхать, высыпаться. Но это вряд ли возможно, исключить стресс из нашей жизни. Но, как правило, не глотать без разбора витамины, не наносить всякие ерундовые дорогостоящие, нереально дорогостоящие препараты наружно. Проще, наверное, обратиться к специалисту, найти причину лечить или просто регулировать, не обязательно лечить. И радоваться жизни. Остановить выпадение волос и вернуть себе пышную шевелюру. Спасибо, Мария, что были с нами в нашей следующей программе. Продолжим говорить про дерматологию и посвятим передачу микозам. Спасибо, что доверяете моему мнению. Приду еще раз. Мы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова